Всем привет, привет! Я Алена Ведич и очередной прогноз на предстоящие 4 дня с четверга по воскресенье с 21 апреля. Ну что у нас четверг? То есть я вам еще раз напоминаю, что одно дело высший замысел, это которая передняя колоночка у нас, а то, что мы с вами как люди проявляемся, средняя колоночка, опять-таки наши проявления на что направлены? На созидание, да, на высший замысел или на разрушение себя же любимого, за что и пойдут, естественно, какие-то неприятные воздаяния. То есть вот таким образом мои прогнозы, чтобы вы понимали, что не то, что там человек сам как-то управляет, но все-таки что-то есть и судьбоносное, но и то, что судьба одно дело предлагает пряник, а вот возьмете вы этот пряник или не возьмете, это уже полностью зависит от нас с вами. Итак, у нас на повестке дня четверг, и хозяин четверга это Юпитер, он обожает в эти дни, чтобы люди получали какие-то знания, передавали знания и очень-очень любит заниматься какой-то щедростью, да, благотворительность. Ну и как я уже в прошлый раз говорила, хотя бы покормите птичек, это уже, ну как минимум, все-таки будет считаться той самой благотворительностью. Ну там бабушку какую-то перевезти, да, через дорогу, помочь на кассе, очень-очень такие часто встречаются моменты, что действительно у бабули, может быть деньги и есть, но в силу своей уже, своего возраста, ну как-то не может понять элементарно, где тут рубль, а где 10 рублей, я сама такое замечала, проще действительно сделать какую-то маленькую благотворительность. Опять-таки с позиции не гордыни, давайте я вас 10 рублей заплачу, а то, что давайте я вам помогу, ну такую маленькую лепту. Что в этот день, на что вас потянет? На какие-то юридические дела? Пожалуйста, вуаля. Да, дальние поездки вплоть до заграницу, очень дальние, да, переезды по, так сказать, местожительству, смены же местожительства и вплоть до заграницу тоже имеют место быть. Чудесно, карьера в этот день может вам подкинуть моменты карьерного роста. Семья, обучение Юпитер, он довольно-таки такой добрый, широкий дядька, который предоставляет, ну, большие, большие благости, как говорится, берите и пользуйтесь. Не потерпит, ну, в этот день взятие кредитов, какие-то зависимости особенно, игромания и праздный образ жизни. Угу, то есть желание именно праздника и что-то в этом роде. Приказной тон, именно такой указательный, он тоже не потерпит, потому что сам по себе очень щедрый, и все то, что манипуляции, естественно, он не потерпит. Сильных воздаений он не дает, но будут какие-то маленькие подзатыльнички. Смотрите, как красиво проигрывается еще и характер этого дня, тоже Юпитер, минуточку, сейчас я отключу телефон, чтобы нам не квакал. Тоже также Юпитер, характер дня, характер дня на четверг, полностью именно вот характер дня, и все, что мы только что обсудили, он повторяется, да, то есть в этот день отлично все эти дела, естественно, с позиции созидания. Что, почему я поставила 21? Вообще в нумерологии, во всяком случае в пифагорейской школе 21 считается благоприятным знаком, но по своему опыту, увы и ах, сильно большого благоприятства я не заметила. Тут, в принципе, действительно очень сильно зависит то, что благоприятствие куда направлено, да, на благотворительность, на знание, да, на вот эту самую щедрость, либо все-таки на разрушение себя. Вообще, как бы, знак такой очень добрый, хороший, пользуйтесь этим моментом и созидайте себя, да, то есть проявляйте свое творчество, свои дары и таланты. События, да, то есть прям точечно, какие могут быть события. Это знак довольно-таки такой негативный, который потянет нас на критику, интоксикацию, лень, телесное наслаждение. Проверьте, насколько это все, действительно, вы тянетесь на разрушение, насколько вы тут разводите сплетни, критикуете, политика тоже может иметь место быть, да, то, что наружу все это, куда-то выйти в толпу и лопатой давай, да, то есть вот такие вот проявления имеют место быть и в этот день. Но так как еще и меточка 13, это не к тому, что прямо ужасно страшное число, нет, нет, нет. В примерологии 13, естественно, расшифровывается гораздо все лояльнее, то, что 13 – это однозначно понять смысл лени. Лень вообще как бы нам дана для того, чтобы не создавать некую суету, да, а именно понять некую систему, как что-то довести до ума, чтобы не делать этих самых ненужных телодвижений какого-то хаоса. Вот и поэтому высший смысл, как раз-таки замысел Вселенной, понять смысл системы. Система, хочу воды, соответственно, нужно дойти до кухни, взять стакан, налить эту воду, и вот не имея вот этих лишних движений. А еще можно понять, что вода, ну, скажем, если вы находитесь где-то в городе, что той же самой воды, я не к тому, что именно обязательно про воду должна быть речь, а той же самой воды, что у вас должна быть какая-то емкость, да, то есть какая-то бутылочка с этой водой, чтобы не бегать лишний раз по магазинам, не приобретать эту водичку или куда-то искать, бежать в кофейню, чтобы попить чайку, да. Вот я вам к чему, что смысл системы и именно смысл лени, которая может в этот день посетить, либо наповаляться, либо именно не делать лишних движений, да, то есть вот эта вот эффективность и целесообразность. Смысл доброй речи, потому что в этот день очень сильно потянет на сплетни и критику. Окей? Окей. То есть какие могут быть действия? Революционный настрой, то, что я вам сказала, страсть к телу, интернет-система. Миссия дня, посмотрите, какая очень таинственная миссия, семерочка. Все, что с семеркой связано, это очень-очень сильно таинственная. И может произойти какая-то мистика, от чего могут потянуться перепады настроения, да, такая печалька, грустинка накинулась в худшем случае, то есть это какое-то личное упрямство, страхи и неуверенность. А в лучшем случае это понять, что в каждом из нас имеет место быть интуиция. Соответственно, в этот день отлично прислушиваться к интуиции. Это прям миссионерская энергия на сегодняшний день, на четверг. Проблемы дня, серьезно, весь апрель у нас под энергией числа 2, лунной энергии. В высшем понимании понять вообще, что такое забота, что такое люди, дети, я не знаю, супруг, семья, коллеги проводят. То есть с какой-то вот этой заботой, не проявляя продавливания, да, а химсу. А именно я не буду сильно шуметь, потому что люди здесь работают, понимаете? То есть про себя любимую, чтобы не получить те самые воздаяния. Нет-нет-нет, ты должна вот туда сходить. И это мы продавливаем как раз-таки свое «я». А то, что не лезем в чужое пространство, именно заботясь о другом. Итак, действия забота, недалекие поездки весь апрель, пожалуйста, да, то есть как бы на дворе у нас конец, ну так скажем, разгар весны, уже какие-то поездки на свои дачные участки, на какие-то природные вылазки. То есть вуаля, это прям может и тянуть какие-то водные процедуры. Это не то, что бассейн или купаться в речке, это то, что какие-то, ну вот, водные процедуры, да, то есть элементарно какие-то маски, связанные с водой какие-то. Ванны принимать с травами тоже сюда имеет место быть. Ну, я думаю, что вы меня понимаете, это именно какие-то действия могут вас потянуть с целью какой позаботиться или все-таки какие-то, кстати, нервозы и лень этого месяца имеет место быть, поэтому с нервами, пожалуйста, повнимательней и будьте поосторожнее. Потому что лунные проблемы очень сильно тянут на заболевания легких, легких в первую очередь, и любых каких-то органов, где есть жидкость, да, то есть это и кишечник, это, в общем, полностью все, ЖКТ, все, что именно где проходит жидкость, это и мочевая, наша мочеполовая система, там, где проходят жидкости. То есть если уже до этого даже дело дошло, то, соответственно, проблема есть в том, что у вас какие-то нарушены заботы, либо вы продавливаете заботу для кого-то, которому не нужна ваша забота, либо вообще наплевали на себя и о себе не заботимся. Ускоримся, да, 22 число, и в нумерологии 22 – это очень высший пилотаж этой энергии. Давайте посмотрим, как нам его принять, эту пятницу 22 числа. Хозяин дня, недели, пятницы – это Венера, это высший пилотаж, конечно, целительство, попроще – это однозначно ко всему творческий подход, это некая роскошь и романтика. Ну, конечно, романтика. Женщинам вспомнить, что мы с вами женщины, что мы имеем дар женственности, за собой поухаживать, пококетничать в этот день захочется и так далее, и так далее, какое-то расслабление. В минус понятно, что идеализация, что такое идеализация? Это ревности, это выстроение как раз какого-то идеала, ты не такой, как я хочу, или ситуация не такая, как я хочу, я хочу – ключевое слово. Это и есть как раз таки идеализация. Это шапомани, шестерочки, вот эту роскошь они почувствуют, шестерочки, пятница, она просто потянет на то, чтобы себя понаслаждать какими-то покупками, ну, как бы вот как женская энергия, так как-то порадовать себя, ну, естественно, не утянуться в излишние растраты. Ну, и самое плохое, конечно, боевая магия, это колдовство и прочее, то есть осторожно следите за своим языком, потому что именно в этот день в разрушительном проявлении могут быть ваши посылы, да чтоб тебя, да, например, и этот посыл может долететь осторожней, воздаяние будет однозначно. Характер дня, вот то, что я вам сказала, 22.4. В принципе, здесь, что ещё раз говорю, как двойка, так и четвёрка между собой сильно соперничают, сильно, так скажем, не даже не соперничают, а враждуют. Двойка – это у нас луна, это полениться, да, полежать, попассивничать, так сказать, а четвёрка, наоборот, такой революционный настрой, страсть к телу. Вот, и будьте повнимательнее, критика, интоксикация, лень, телесное наслаждение, всё может вас сюда утянуть. Прям очень сильное телесное наслаждение любого характера, любого. Вот, то есть страсть к телу, интернет, и вот смысл как раз системы понять, да, вот с этой ленью, смысл лени и смысл доброй речи. Ну, я бы ещё добавила сюда, наверное, заботу о других, не проявляя своей гордыни, и забота о себе тоже так же не проявляя гордыни. События точечные у нас в Меркурии тоже 14.5, и эта меточка говорит именно смысл удовольствия, то есть понять именно смысл удовольствия. Для чего я хочу это пироженка, да, но это уж, конечно, более низко, а именно высший смысл удовольствия. Ну, то, что насладить своё тело, чтобы для чего, не просто физическое какое-то вот это вот приземлённое материальное свои удовольствия, а высший смысл удовольствия, как пахнет природа, да, как распускаются почки и так далее. То есть высший смысл удовольствий. Это сложнее, конечно, дойти, но пятёрка сама по себе, высший смысл удовольствоваться тем, что есть. У нас есть руки-ноги, у нас есть язык, у нас есть речь, глаза, у нас много что есть, уже и этим тоже надо довольствоваться. Даже те, кто в инвалидных колясках, у них есть возможность всё-таки продолжать жизнь, жить и творить даже именно прикованный в кровати или в коляске, или есть эта возможность, то есть если мы с вами ещё живём, неважно в каком физическом состоянии, нам есть эта шикарная возможность что-то творить. Нет рук, значит, мы можем говорить, да, нет глаз, значит, мы можем чувствовать, довольствуемся тем, что есть. Это высший пилотаж. Какие действия потянут, да, потребуется какая-то эрудиция, да, то есть грамотно что-то сказать, что-то грамотно подобрать нужную тему. Мимикрия тоже сюда же очень сильно подходит, то, что мы с вами должны в нужной обстановке грамотную поставить свою речь, высокий тон, низкий тон, да, какой-то печальный или наоборот радостный. Юмор в этот день, пожалуйста, именно юмор, а не какой-то цинизм или там критика, да, циничность какую-то проявить. Игривость, да, вот эта лёгкость. Ну, а торговля, слово подразумевается, что потребуется как-то договариваться, проявить эту самую эрудицию свою, некий какой-то торг, дипломатия. Я вот сюда вот одним словом называла её некой торговлю. Ну, и как понимание прямой, торговля, как имеет место быть, у нас тут Венера, да, почему бы себя не порадовать какими-то плюшками. Вот она самая-то торговля. Но в минусе инфантильность, суетливость, махинация аферы, болтливость. Понятно, да, то есть это всё может вот эта эрудиция, в болтливость уйти, в какую-то вот эту вот суетливость, лишние болтовни, махинация. Ну, я думаю, что вы всё это понимаете. Миссия дня, ребят, в преддверии Пасхи, особенно кто следит за религиозными вот этими событиями, миссия дня сатурнянская. И здесь есть именно та самая меточка, да, больше связана какая-то с традициями. Они могут быть как родовые, так и религиозные традиции. Я не к тому, что столько христианам это может подойти. Я к христианам и католикам говорю то, что именно у нас Пасха накануне. Соответственно, какие-то традиции, заготовить все необходимости для вот этих ритуалов, да, то есть приобрести краску для яиц, сами яйца неплохо, куличи, печли, да, как вашей семье пекли эти куличи, готовили саму Пасху, почему бы и нет. А те, кто не будет готовиться к, ну, скажем, мусульмане или какие-то другие религии, у них в этот день всё равно что-то потянет их на какое-то как раз-таки родовые ритуальности. Ну, во-первых, это пятница. Насколько я помню, у евреев это какой-то свой именно день по пятницам. Ну, и прямо в этот день, миссия дня, вот эти самые ритуалы. То, что именно родовые действия, какие-то ценности понадобятся, какие-то понятия, что вот это ценно, а это не очень ценно. Потребуется серьёзная организованность, ну, и то, что я вам про ритуалы говорила. В минусе, понятно, какие-то обиды, мщения и гнев. Проблемы продолжаются, как весь апрель. Не буду уже повторяться, как бы за четверг я вам это всё рассказала. Едем суббота. Вот теперь, посмотрите, Сатурн у нас теперь выходит как хозяин дня. И посмотрите, Венера у нас здесь повторение, и есть у нас как бы Меркурий, то, что мы с вами уже отрепетировали накануне. Хозяин дня, не буду тратить время, пожалуйста, всё это исполняем. Это какие-то ритуалы, которые вы по субботам делаете. Ну, и не уходите, естественно, в разрушительные свойства. Пятёрка. Опять мы всё это можем только повторять, я не буду тратить ваше время. Всё, что было про пятницу, мы это уже проговорили. Теперь здесь у нас острая кармическая меточка на субботу. Пожалуйста, будьте повнимательней. Таких меточек всего две, которые прямо на грани могут у вас проиграться. Поэтому, чем созидательнее вы себя ведёте, тем спокойнее вы проживёте этот острый момент. Ну, а те, кто вот эти вот проблемы сплошные, ну, как бы разрушительно себя ведёт, то не обессудьте, эта меточка проиграется у вас в остром таком моменте. То есть целить себя – это оптимальный вариант как раз-таки в субботу. Девяточка, да, миссия – поднятие духа, физическая активность. Это не говорит о том, что мы должны выйти на пробежку какую-то, а именно физическая активность в каких-то ритуалах, да, хозяин дня восьмёрка, ритуальность имеет место быть. Ну, и, соответственно, в минусе не уходим, пожалуйста, во всякие ссоры, скандалы, агрессии, нецензуры и прочее, прочее. Поднятие духа ещё раз всё-таки я вам скажу, так как у нас в этом ролике ещё не было. Понимаете, человек есть уставший, да, которому просто нужно отдохнуть. Человек есть просто приболевший, которому нужно просто полечиться, ну, и отдохнуть заодно. А есть который момент, как падение духа. А гори всё синим пламенем, ничего не хочу. Это и есть падение духа. Это либо себе придётся как-то поднимать этот дух, либо своим близким, либо кто попросит. Помним, да, мы эту заботу проявляем только тем, кому она требуется. И требуется не с вашей, не с нашего с вами понимания, а если попросят. Вот такая вот красота. Переходим на воскресенье. Воскресенье – это у нас хозяин солнца. Солнце – это чистота помыслов, некие озарения. Я бы сюда ещё добавила то, что солнце очень-очень за наш личный иммунитет. И в этот день всё, что с иммунитетом связано, а что это такое, да? Это, конечно, какая-то процедура. Вы знаете, в принципе, самый оптимальный вариант – это сурья намаскар. Есть такая йога сурья, сурья – солнце в переводе, намаскар. Намаскар – приветствие. По-русски, скажем так, йога – приветствие солнцу. Она небольшая, но она полностью прокачивает и лимфосистему, и всю нашу сердечно-сосудистую систему, и всё наше ЖКТ. Вы когда посмотрите в интернете как раз-таки эту йогу сурья намаскар, вы меня поймёте. Там от стояния на ногах до принятия положения лёжа. И причём это всё делается очень быстро, и чем чаще хотя бы по воскресеньям вы это будете выполнять, поверьте, вы точно дадите плюс всему своему иммунитету, потому что солнце в нашем организме отвечает за весь наш иммунитет. В этот день, да, в воскресенье, понятно, что хорошо, планы, стратегии, помощь младшим, младшим. Тут подразумевается младшие все, кто не более дееспособным. Это не то, что мы детям помогаем, а там, где младше нас по статусу. Если мы с вами женщины, то мы имеем право помогать мужчинам. Нет, мужчины, они старше по статусу, даже если это ваш сын старше 12 лет. Старше 12 лет, потому что мальчики-сыновья, начиная с 12-13 лет, уже обладают, скажем так, растут на статус взрослого мужчины. Соответственно, мы, как женщины, не кидаемся на помощь своим сынишкам, если ему там 13-15 лет, а мы точно так же просто вдохновляем своих сыновей на поступки. Мам, что-то я не могу здесь свои носки найти. Ты справишься, я в тебя верю. Я могу тебе подсказать, где это лежит, но я в тебя верю. Опять-таки, уважение отцу. А, про младших. Что еще я должна сказать про младших? Мы с вами поняли, да, то, что по статусу про младших. Смотрите, если мы с вами взрослые уже женщины и как бы бабушки. Давайте возьмем бабушек. Не дедушек, а бабушек. Кто здесь старше? Мы с вами или бабушки? Одно дело – почитание мудрости бабушки. Другое дело – уважение к возрасту. Что где-то каким-то образом уже некие вещи эти бабушки просто физически не могут выполнять. Ну, например, я не знаю, там, вымыть полы. Да? Это и есть уважение старшим и помощь им, как… Ну, потому что мы физически все-таки старше получаемся. Уловили разницу? Уловили. Почитание отца в этот день имеет место быть. Сразу забегу наперед, потому что в понедельник хорошее почитание матери, а именно по воскресеньям. Созвоните с отцом, скажите ему свою благодарность. Не важно, как он вас воспитал, не важно. Мы не говорим, что вот ты такой плохой отец, а просто, отец, спасибо, что ты у меня есть, и спасибо, что ты здоров. Нужна ли тебе моя помощь какая-то финансовая или физическая, или материальная? Угу. Угу. Ну, и минус, естественно, этого дня – это манипуляции, то, что я вам говорила про заботу, и, наоборот, я сам. Наоборот, подразумевается, что я не буду никого просить помощи, я сам с усами, я сам всё лучше знаю. Угу. Характер дня 24-6, очень сильно родовые сценарии, то, что обычно они проигрываются довольно-таки негативно, но не остро. Негативно – это отречение каких-то родовых сценарий. Повнимательнее будьте. В этот день у нас Пасха. Для христианского мира как раз-таки, насколько мы разрушаем эти родовые сценарии, скажем, в роду всегда, допустим, пекли куличи, а мы вот пойдём докупим. А может быть, уже пора заняться целительством себя и не приобретать этот кулич, а попробовать самостоятельно его изготовить или эту Пасху самостоятельно изготовить. Угу. Вот что-то такое. То есть творческий подход, роскошь, романтика. Мы это уже с вами всё обсуждали. Я не буду это повторять. Я вам просто сказала то, что родовые сценарии. Родовые сценарии – это то, что вы видите, мама, бабушка, так сказать, одинокие живут без своих мужей. Не в смысле, что они уже ушли на тот свет, а в смысле своим характером выдавили своих мужчин из своего поля зрения. Пожалуйста, не поссорьтесь в этот день со своим супругом. Осторожней, потому что солнышко – это манипуляция гордыня. И посмотрите, в миссии дня опять-таки как раз-таки можете ощутить вот это некое одиночество, унижение. И дважды проигрывается единичка. Не продавливайте своё «я» и не забывайте, что мы с вами женщины, и наша роль более пассивная, чем мужская. Мы принимаем от мужчины. Ну а какого мужчину мы с вами выбрали, это полностью, ну как бы на нашей ответственности. То, что мы поспешили сделать выводы по поводу того или иного мужчины, это опять-таки наша ответственность. Повнимательнее, это отдельный разговор. Ну и в масштабе нашего ролика, конечно, мы тут слишком затянем ролик. Окей. Ну вот, собственно говоря, вот таким образом будут проигрываться у нас впереди дни. Сильно опасные политические дни могут быть. Воскресенье, да, то, что есть сильно мужские характеры. Энергии в смысле, энергии сильно мужские. То, что про семёрку, тут смысл любви. Тяга к наслаждениям, мистика, упряса, перепады. Мы уже по семёрочку познакомились. А меточка 16 – это именно злоупотребление любовью. Злоупотребление любовью. Любовные аферы, то, что вот здесь написано. Что ещё, если брать как бы вселенское, да, то есть именно больше как политическое. В воскресенье может такое быть, что какие-то политические вещи могут произойти негативного характера. Там, где девяточки работают, вот миссия, агрессия, вот здесь может быть, ну и посмотрите, опасные моменты. То есть в субботу может такая штучка произойти. И там, где восьмёрочка, вот здесь вот тоже так же. Промщение, гнев тоже может иметь место быть. Я бы не сказала, что это очень сильно принципиально, но каким-то боком может нас задеть вот такие вот политические выпады от нашего правительства или каких-то действий политических деятелей. Вот что-то как-то так. Всё, всем спасибо и до следующего выпуска.